Всем привет! Приобрел вот такие вот светодиодные лампы со встроенными датчиками движения. Делал я уже распаковку той посылки большой, которая мне пришла из магазина Gearbest. Такого вот типа лампа и вот такого. Значит, на принцип работы их одинаков. Лампы светодиодные со встроенным датчиком движения. PIR датчик пассивный, инфракрасный датчик движения. В одном из видео делал я обзоры на такие же лампы с Алиэкспресса. Но там лампы как бы другой формы, более простые. Здесь вот эта лампа такой вот формы. Рассчитываю я, что она помощнее будет, чем те. Там я брал 7-ваттные, но с холодным светом откровенно они некомфортно светят. Вот сразу скажу, что как бы из опыта уже использования этих ламп. Эти лампы годятся в основном для, ну как сказать, не для жилых помещений. То есть для технических помещений, для коридоров, для проходных коридоров. Для, в том месте, где вы не будете читать, понятно, что в том месте, где вы не будете за столом сидеть. То есть эти лампы вот именно в том месте, где вам нужно, когда вы идете, чтобы та территория была у вас временно подсвечена. Значит, давайте эту вскроем. Эта лампа с виду как внушает больше доверия, потому что здесь вот алюминиевый радиатор такой для охлаждения диодов. Но насколько он эффективен, не могу я сказать. Так, какое-то колечко здесь еще вот откручивается. То есть вот эта вот светодиодная плата с светодиодами, как бы, тоже алюминиевая у нее основа. Ну, по идее, должна отдавать тепло на этот радиатор. И как бы светодиоды не должны перегреваться. Опять же, фотоэлемент встроенный, фоторезистор. Эта лампа работает именно начиная с сумерек, всю ночь, то есть пока темное, темно в помещении или же на улице. И в дневное время, в светлое время, не работает. Что даже, что тоже очень удобно. То есть в использовании вот этих вот ламп, если у вас задействован в той сети выключатель, он может быть попросту постоянно включен. Сколько потребляет эта лампа в режиме ожидания, сделаем сейчас мы тест с помощью вот ваттметра. Такого вот прибора, тоже неплохого. Ссылочку в описании на него оставлю, где приобретал. Там же я оставлю ссылку на его видеообзор. Делал я видеообзор. Ну, и сделаем, сколько эти лампы потребляют в режиме ожидания. Тоже посмотрим, что, может, кому будет интересно. Ну, и сам датчик движения. Значит, эта лампа, не помню я, какой мощности она заявлена. Но, скажу сразу, видно вам, наверное, по светодиодам, кто уже разбирается. Они желтым цветом таким. Это лампа теплого. Теплый белый, как заявлено. Ну, светит она таким желтоватым. Чем-то напоминает свет обычной лампы накаливания. Светит она, подключал я ее уже, светит она, ну, как бы средне. Примерно где-то ватт на 7. В общем-то, мы тоже сделаем сейчас замер и посмотрим. Не делал я тест на них, просто включал и вот на глаз смотрел. Эта свадь светит ватт, наверное, на 6-7. Ну, опять же, как скажу, читать под ней вы точно не будете. А для подсветки, для освещения рабочего какого-то места в гараже, например, в том месте, где вы двигаетесь. Опять же, проходные коридоры, все это. То есть, эти лампы, в общем-то, незаменимы. Пользуюсь я ими уже и, в общем-то, устанавливаю везде, где только вот возможно их применять. Очень все, очень все хорошо и адекватно работает. Так, эта лампа вот даже можно видеть по светодиодам, что у нее белый, чисто белый цвет она испускает и исходит от нее, так сказать. То же самое, фоторезистор и то же самое, датчик движения. Тоже нормально работает она, включал я ее. Ярко, кстати, светит, светит классно. Ну, где-то, наверное, ватт на 10. Опять же, охлаждение. Давайте сейчас открутим, посмотрим. Значит так, пытаюсь открутить, но закрутили эту плату так, что вроде бы все это дело навечно. Не хочу поломать. Потом подберу отвертку, отвертку подходящую. Где-то там все это дело в гараже. И откручу, посмотрю. Но сразу скажу, видно здесь. Видно здесь вот блестит. Алюминиевое основание у этой платы тоже. Основание алюминиевое, поэтому... Ну, как бы будет какое-то охлаждение светодиодом. Вентиляционные отверстия есть. Ну, все в процессе. Все в процессе будет видно. Вот одна из первых моих светодиодных ламп. С датчиком движения. Значит, перегорел у нее один светодиод. Ну, тут видите, откровенно лампы такого... Ну, наверное, самого низкого качества. Перегорел светодиод один. Буду я ее останавливать. Скорее всего, просто его выпаю и замкну цепь. Но здесь, видите, нету никакого алюминиевого основания. Поэтому откровенно, конечно, здесь светодиод, скорее всего, от перегрева и сгорел. Хотя, я скажу, эти лампы, ну, как бы... Ну, не успевают они нагреваться, потому что датчик движения им задает такой режим, что сутками они не светят. Поэтому, не знаю, рассчитывать на то, что здесь будет большой перегрев светодиодов, я думаю, не стоит. Тем более, вот, как в этом варианте, когда какое-то охлаждение хотя бы есть, я думаю, надежность этих ламп будет повыше, чем вот этой вот откровенно... откровенно дешевой лампы. Ну, все время покажет. Это так, мое предположение. Поэтому показал вам, что на самом деле есть. Давайте вкрутим, посмотрим, как они работают. Посмотрим на их свет, который они издают. И посмотрим, насколько чувствителен датчик движения тут в пределах комнаты. Потому как рассчитывать, что этот датчик движения будет брать там с 10, с 15 метров не стоит, конечно. Он рассчитан где-то примерно 3-5 метров, его радиус срабатывания. Итак, вкрутил я вот эту лампу в настольный светильник. Светильник включаю через ваттметр. Ну, в общем-то, стандартная схема моих обзоров. Переходите по ссылке на плейлист. Делал я там много обзоров светодиодных ламп. Тест на них делал так. И включаем в сеть. При первом включении лампа должна включиться, независимо от освещенности, независимо от движения. Скоммутировать датчик должен скоммутироваться, и потом она уже встанет в свою работу. Так, включаем в сеть. Есть, лампа включилась. И заодно посмотрим на показания ваттметра. Ваттметр показывает 7,2 ватта. В общем-то, мои подозрения оправдались. То есть, подозревал я, что она примерно 7 ватт мощности. Вот так она и светит. Видите, вот такой вот желтый приятный свет. В общем-то, кто к нему привык, кто привык к свету ламп накаливания и не может до сих пор отцикнуть, эта лампа вот то, что надо. Светит таким вот, тем привычным для нас светом. 7,3 ватта. Ждем, ждем. Сейчас тут надо перестать двигаться, чтобы лампа отключилась и встала в режим ожидания. По времени, кстати, можно посмотреть. Ваттметр тоже показывает время. Время, которое вот именно задержка. Лампа отрегулирована, как говорится, производителем. Возможности внести изменения в задержку, в работу фотоэлемента и в работу датчика движения ее чувствительности нету. Все настроено именно производителем. Поэтому тут можно сейчас посмотреть, какое время задержки у лампы. Итак, лампа отключилась. И вот примерно ее время задержки 2,2,20. 2,20, видите, 2,29 даже точнее. Нагрузка. То есть лампа выключилась и вольтметр остановил. То есть ваттметр остановил отсчет времени. Как видите, освещение сейчас не дает. Фотоэлемент не дает команду на датчик движения, чтобы он включал лампу. Потому что освещенность большая для лампы. Давайте я сейчас выключу прожектор и посмотрим. Так, ну, свет еще попадает из окна. Поэтому лампа как бы в режиме ожидания так и находится. Кстати, смотрим мы сейчас в данный момент. Просто мы можем посмотреть потребление этой лампы в режиме ожидания. Странно, 0,0 ватт. Ну, понятно, что ваттметр может тех долей и не покажет. Но, если бы потребление было большое, там, в половину хотя бы, всей максимальной мощности лампы, то ваттметр бы показал. Поэтому, ну, лампа практически ничего не потребляет в режиме ожидания. Так, давайте ее включим. Есть. Прикрыл. И лампа пошла в работу. Так, по той же самой схеме протестируем вот эту лампу, похожую на патиссон. Кстати, можно ее даже вот в обычный патрон закрутить. Просто в открытый патрон. Ну, что, в общем-то, и рекомендуется. Открытые светильники для этих ламп. Открутить, закрутить ее в открытый патрон. И будет она вот так смотреться неплохо, как мини-люстра такая. Оригинальный у нее дизайн. Так, вкрутил и пуск. Намного мне, именно мне нравится, вот ее свет испускаемый, белый, как дневной, без голубизны. Вот такой вот чистый белый классный свет. И потребление лампы. Думал я, что около 10 ватт. Но, как видите, 12,3, можно сказать, 12,5 ватт. Лампа откровенно классно светит. Мне очень нравится. Давайте посмотрим задержку. Именно включение этой лампы. Так, не шевелюсь. Итак, минута 34. Скорее всего, та лампа продержалась дольше в режиме задержки, потому что я создавал движение. Потому что, если создаешь движение, лампа находится в работе, не отключается. Она, датчик движения, отключает лампу в том случае, когда нету вот этого движения, инфракрасного тепла, испускаемого человеком, как я уже вам рассказывал, животным, движущимся автомобилем. В тот раз я больше двигался, дольше вам рассказывал, поэтому она дольше в режиме ожидания и продержалась. Но, среднее время включения этих ламп будет где-то полторы минуты. Опять же, все может быть согласно настроек. Может, эта лампа настроена таким образом, эта лампа настроена другим образом. Значит, в режиме ожидания эта лампа потребляет вот 0,7 ватта. 0,7 ватта. В общем-то, тоже совсем небольшое потребление. Но, мне эта лампа больше нравится, потому что светит она, опять же, мощнее. И светит она, опять же, белым цветом. Поэтому, ну, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому тут уже выбирать вам. Значит, нагрев. Ну, никакого, в общем-то, за это время нагрева нет. Одна из этих ламп, вот эта, вкручена у меня на улице, под навесом, в открытом патроне. Работает отлично, без всяких проблем. Срабатывает она у меня. Ну, датчик движения при движении срабатывает в радиусе где-то 5 метров, не меньше. Вполне, вполне работает. Не попадают на нее прямые брызги, то есть, вода не попадает. На улице вполне себе она работает без всяких вопросов. Значит, эту лампу я, наверное, повешу в коридоре. Там у меня есть лампа, то есть, сам держатель патрона с датчиком движения, вкручивают туда различные лампы. Но, эта лампа мне нравится именно по свечению, по мощности. Вот она сверху, как раз будет светить вниз то, что надо. Ну, и, конечно, приобретайте различные лампы с датчиками движения, приобретайте датчики движения, в особенности, если вы живете в частном доме, да и в квартире, все это в программах по экономии электроэнергии, в различных комплексных программах. На первом месте сейчас стоят именно датчики движения. Использование датчиков движения уже подтверждено и доказано, что это один из способов экономии электричества, электроэнергии. Ну, и думаю, кто уже попробовал использовать лампы с датчиками движения или же просто датчики движения с прожекторами в различных местах, я думаю, те люди поняли, насколько это удобно, насколько это эффективно. Не надо пользоваться никаким выключателем. Прошел, тебе подсвечивает. В одном из видео, в общем-то, я показывал вам, как все это дело работает. По ссылке есть. Переходите в плейлисте по тестам светодиодных ламп. Там же есть у меня и видео по датчикам движения. Какие я датчики движения покупал, как их монтировал, где устанавливал и как все это дело настраивал. На вот эти светодиодные лампы, эту и эту, оставляю ссылочку, где именно я их приобретал на магазине Gearbest. Переходите, приценяйтесь. Цены у них там адекватные. Задавайте вопросы консультантам, тоже быстро отвечают. Ну и на сегодня все. Всем удачи и до следующих видео.